Доброе утро, мои хорошие! Доброе утро! Я так поняла, что моим родным понравился хачапури. Очень сильно понравился. Я вчера из морозильника достала кусочек теста и положила его из морозильника в верхнюю часть холодильника. За ночь тесто отморозилось, отмерзло. И сейчас уже можно готовить из него хачапури. Что я сейчас и буду делать. Так, сколько теста, столько начинки, как мы уже с вами говорили. Похоже? Похоже. Оставшую сейчас убираем в пакет, чтобы не заветривало. Сядь. Ну как, хачапурка-то тебе? Дух, ты, вы знаете, мне не расчетлась? Да. Маленькая, нет? Маленькая. Маленькая хачапурка, совсем малюсенькая? Эх, Борис Сергеевич, совсем не кормит. Завтра опять захочу есть. Завтра. Это будет только завтра. Я себя не обделил, случайно, нет? О, ты уже доедаешь? Ах ты молодец. Так уже приготовили бабушке Гале. Вот такая красота у меня получилась. И таких красот у меня получилось три. Ребята, это много. На одну семью достаточно полторы хачапури на завтрак. Потому что те две, которые я показала, ни Борис, ни я не доели. Смотрите, какой пар идет от нее. Ой, какая прелесть. Ребята, я пришла в теплицу и обнаружила, что у меня еще взошли огурчики. Вот, только очень-очень слабенький один. Какой-то весь погрызенный кем-то. Вот еще один взошел. Правда, рядом вот я посадила огурчик. Но это я неправильно поступила. Но я пересажу потом. Так, ну а этот у нас был уже. Ой, ребята, вы присутствуете при рождении огурца. Во, смотрите. Вот еще рождается маленький-маленький огурчик. Видно, да? Вот какой хорошенький. Лапочка. Просто лапочка. Нет, хочешь проклей. Ко мне пришла Леночка. Мы сейчас сходим к Свете на участок. Света разрешает, потому что Леночка ставит сама тепличку. Сейчас там она посмотрит, как ей расположить грядки. Потому что вы мне всегда пишете. Грядки. Ой, как мало у тебя грядок в парнике. Ой, как мало грядок. Надо делать шире. Вот у Светы были три грядки. У нее ширина парника шире, чем у меня. У нее три метра. У меня два с половиной. Вот, заходи. У нее посередине была грядка, которую она потом убрала. Вон она стоит, грядка. Знаешь, почему? Вон, видишь, вон у забора. Потому что проходы очень узкие, Лен. Если только ты совсем узкую сделаешь. Но здесь надо выбирать. Вот смотри, либо ты в торце делаешь, либо ты делаешь одну вот так вот посередине, но узкую. Иначе, когда разрастаются помидоры и огурцы, Лен, они перекрывают половину дорожки. Потом вот только вот останется пройти с ведром. Но это на вкус и цвет все фломастеры разные. Поэтому как хочешь. Я хотела сделать три грядки по 50 и по 50 проход. 50 проход. А теперь представь, ты теперь замеряй себя с ведром. Себя с ведром. Нормально ты пройдешь? Потому что у тебя листья будут еще в проход попадать. У меня же вон там грядка, там вообще вот такой проходик, который в парнике тогда был. Ну не знаю, мне так неудобно. Я сделала как удобно. Я у нее тут огурцы посадила. О, ребята, вот, вот, еще, еще взошел. Видите? Ой, вот еще всходит. Вчера теплой водой полила. Лен, и сегодня уже все всходит. Так, вот еще один. Ну, дней семь, наверное. Нет, дней пять назад сажала. Так, ну что, все кажется, да? Ну, этот мы с вами видели. Не-не-не-не, это как раз взошел. Вот этот мы с вами видели. Вот, и вот еще один, и вот еще один. Видите? Вот. Так что можно сейчас отзанавесить, а потом я зазанавешу. Так что, Лена, смотри сама. Вот такая у тебя грядка будет вот посередине. Смотри на мои ноги. И что у тебя проход? Как ты будешь с ведром протискиваться? Для наглядности берем ведро. Так, раз. И втыкаем. Ну, я вижу, да, я поняла. А я не вижу. Вот, пускай так у тебя будет грядка. И тут у тебя растения сидят. И вот ты, баба, с ведром. Вот ты идешь. Вот, а здесь у тебя грядка. Значит, ты будешь вот так ходить удобрять. И лейку будешь так же. А с них растения еще будут навстречу идти друг другу. Ну, да. Света сделала. Потом сняла. И сделала лучше там пошире. Так что ты смотри сама. Я тебя не убеждаю, но ты смотри сама. По крайней мере, ты делай так, как ты считаешь нужным. А потом всегда здесь сможешь узкую какую-то поставить. Для зелени, для ранней, для редис. Так что вот так. Ой, смотри, а у Светы еще желтая такая есть. Кто? Купавница. Или она такая же, как у тебя? А я не знаю. Давай посмотрим. Вот, желтая, смотри. Ну, может быть. У тебя рыжая. Да, у меня рыжая, у Светочки вот такая. Или одинаковая. Кто что так знает? Может, она одного цвета купавница. Так, давай закроем теплицу. Так что вот это вот три метра. И тоже, кстати, сделано внахлест. И форточки с двух сторон. Не, у меня будет дверь и форточка. Здесь дверь, а с той стороны форточка. Дверь одна, а вот такая. А, а там форточка? Да. Но этого маловато. Если только с той стороны форточку побольше делать. Там две форточки будут. А, понятно. Крыши так. Ой, какие тюльпаны у Светы увидала. Ой, ребят, смотрите, какие красивые. Фиолетовенькие. Фиолетовенькие. И вот еще красота. Так что вот так. Ой, какой тюльпан огромный. Смотри, желтый. Вдалеке. Прям огромный, огромный. Иди, в туалет идешь? Женя подстригла, лапа подстригла. Искупала. Шерсть, тело не стригу, ребят, потому что у нас тут холодно. Вот у меня какая Женечка. Но я вам не буду показывать, как она в туалет вышла. Чистенькая. У меня машинка, я насадку не взяла, ребят, чтобы стричь Женю нормально. Я ее могу подстричь, но только наголо вообще. А сейчас наголо еще страшновато. Я представляю, мое видео посмотрит Наташа Грумер наш и ужаснется. Скажет, Люба, что ты сделала с Женей? Ну, ребят, ну другого выхода у меня просто нет. Просто нет другого выхода. Я попыталась ее этой машинкой подстичь, получилось кулаками. Ой, господи, моя маленькая раскоряка. А с этой шерстью она кажется еще больше, еще толще. Мама палочку свою забыла. Ой, слушайте, похолодало. А с неба не капает. Нет, совсем. Вот видите, на качелях. Все, Жень, пойдем домой. Ой, такая смешная, не могу. Видите? Вот как раз с этого бока. Сейчас я поставлю камеру. Женя, Жень, иди сюда. Иди сюда, давай покажемся. Иди сюда, давай покажемся. Сейчас, ребят, покажу. Стой, Жень, стой. Вот, видите, с этого бока я ее подстригла прям вот клоком. Вот, видите, клоками. А так, вон какой пушистик. Вот какая подушка у меня, подушка. Иди сюда, подушка. Пошли, бабушки, палку отнесем. А, подушка. Усы подстригла. Морду немножко подстригла. Тело пока стричь не буду. Конечно, самый оптимальный вариант ее на лысо подстричь и все. Кстати, мамина палочка. Мама никогда не ходила с палкой никуда. Ну, что, она дома была. И вот, вот эту палочку, то есть палочка от зонтика, она использует и вот так вот с ней ходит. Здесь на конце, вот видите, на конце вот такая штука остренькая, чтобы воткнуть можно было удобно. Зонтик. И вот мама с этой палочкой управляется. Но она ее вечно везде забывает. Потому что, ой, потому что она с палочкой никогда в жизни не ходила. Вот так, мои хорошие. Ой. Ноги, ноги, ноги. Ну что, идешь? Пойдем. Я за Женькой пошла. О, Господи. Промахнулась мимо ступенек. Ой, смешная сила моих нет. Так, вон. Это кто так чай пьет? Мама, у тебя уже глаз лопнул. Ой, вон. У тебя глаз напрягается, мамочка? Правый. И все. И там красное пятно. Все. Красное пятно. Закрывай айпад сейчас же. Дай глазам отдохнуть. Я кому тебе сказала? Ну, закрывай. Чай попьешь, потом будешь играть. Ну, так сказать, это ты же не делала. Даже мандраху. Даже мордаху ей подстригла. Ну, подожди ты. Ну, не видно, конечно. Она у меня не показывается. Посмотри на нас, Женя. Ну, посмотри. Что-то морда какая-то кривая получилась. Ну, ладно, ладно. Ладно, нормально. Молодец. Умница. Умница моя. Умница. Ай, ты мой мышонок. Борис разбирает свою комнату. Часть вещей уносит в сарай. Там же там инструменты были. И нашли вот такой вот... Помните, я ходила тогда... Матч какой-то был. Помните? Оле-оле-оле-оле-оле. Россия вперед. Давай тебя оденем. Это я с мамой. Нашли маски. Когда начался весь этот коронавирус, Аля говорю, найди все маски, найди. Алла нашла вот эти вот маски. Надо отмыть. Только здесь дышать нечем. Видите? Нос закрыть. Ну, вот от коронавируса. Где? Мам, посмотрел, что нашел от коронавируса. Мам. А что это? Сварочная маска. Маска для сварки. Покажи, Борь. А где он нашел? Я купил давным-давно. Аппарат еще на втором этаже стоит. Это кто это тут на диван лезет? А? Женя. Женя. Чистая Женя залезла на диван. Не просто так. Она залезла на диван с ухом. Женя. Женя. Отдай ухо. Женя. Отдай ухо. Жень. Хе-хе-хе. Хе-хе. Женя. Хе-хе. Надоела картошка, ребята, поэтому сегодня на ужин варим макароны и сосиски. Ну, почему сосиски? Ничего не приготовила. Потому что мы сегодня весь день убирались в комнате Бориса. На протяжении нескольких лет привозили кое-какие инструменты, там вещи какие-то. И все стояло в сумках, не разбирали. Сейчас поставили новый сарай и все из комнаты уносили в сарай. Все сделали, все прибрали. Ну, сейчас я вам комнату покажу. Она, правда, маленькая. Но, может быть, у вас будут какие-то идеи по поводу, как ее лучше перепланировать и какую мебель туда лучше купить, когда все вот это закончится. Свет в этой комнате не очень. И разобрана у меня кровать. Ну, я думаю, ничего страшного. Вы, как говорится, все свои люди. Вот такая комната. Вот такой дурацкий ковер. Тумбочка, которую я хочу выбросить. Кресло хочу поставить вот сюда, в другой угол. Сейчас я вам еще покажу другой ракурс. Здесь метра не хватает до двух. Вот здесь от печки и до той стенки где-то не хватает до двух метров. Вот здесь Борис сушит трава, берет их отсюда. Так, дальше поехали. Ой, это пол скрипит. Вот так пол сделали, что он скрипит. Вот. На гардеробе мы еще не разбирались. Будем разбираться до завтра. Вот здесь тумбочка, она хорошая. Дверцы закрываются, все нормально. Вот здесь старинный-старинный гардероб. Вон двухстворчатый, открывать не буду. Там бардак. Вот за дверью стоит машинка. Занавески и карнизы. Это мы покупали все в прошлом году. Да, на подоконнике тоже бардак. Ну, в общем, как видно, вещи Бориса, ключи, очки какие-то. Раньше эту комнату я планировала под себя, поэтому бабочки, рисунки. Это, кстати, Алла рисовала. Сейчас я покажу. Но это было очень давно. Вот такие карандашные рисунки. Не знаю, будет вам интересно или нет. Я, правда, уже показывала давно. Вот еще. У Аллы карандаш шел лучше, чем живопись в художественной школе. Вот, ну, я не об этом. Покупали белый карниз сюда. Специально покупали шторы Прованс. Потому что я думала, это будет моя комната. Но Борис как-то разобиделся и говорит, я тоже хочу эту комнату. Я говорю, ну, хорошо, бери себе эту комнату. А я-то думала, что, вот видите, у меня тут вышивальный такой станочек подпопный. Я хотела кресло поставить вот сюда. Вот сюда кресло. А гардеробный не этот. Я хотела другой там какой-нибудь, икейский, купить и поставить вот сюда. Вот, где печка. Вот как-то так. Ну, кресло это я тут расстелила, потому что тут Женя иногда спит. А так тут были вот так вот, вот, всякие вещи, вот в таких сумках. Поэтому я не показывала эту комнату, мне было стыдно. Сегодня мы все прибрали, я могу показать. Кстати, ребят, смотрите, какой пряничный домик мы нашли с Борисом. Это мне Олечка дарила. Оля с метростроя. Сейчас я покажу, как он красиво горит. Так. Сейчас мы его включим. Опа. Там красиво горят лампочки, смотрите. Труба. Окошки. Но он, конечно, на самом деле не пряничный. Это сувенир. Новогодний сувенир. Такой домик. Симпатяшка. Тумбочка это еще с пионерского лагеря не отмывается. Ну, я думаю, что ладно. Ничего страшного. Как говорится, вы все свои. Вот, ребята, давайте что-нибудь придумаем. Да что ж это за пол. Давайте что-нибудь придумаем. Бра тоже вешала я. Я прекрасно понимаю, что эта бра не подходит ни к занавескам, ни к чему. Но здесь очень красивые васильки. Вот я включила бра. Смотрите, как симпатично смотрятся. Васильки. Такие симпатичные. Как настоящие, правда? Когда включишь, вроде как и ничего, правда? Вроде как и симпатично. Давайте подумаем, как лучше здесь все устроить. Да, ковер, я понимаю, это нужно убрать. Ну, вы знаете, приезжали, никогда не обращали внимания на эту комнату. Никогда. На грядках ковырялись, пришли на ночь, переночевали и все. А вот сейчас встал вопрос, хочется уюта. Причем красивого уюта. Ну, в общем, все, что вы предложите, я приму к сведению. Не знаю, поняли вы, не поняли, что за комната. Ну, вот если смотреть по потолку, вот смотрите. Вот она такая небольшая. Кровать длина 2 метра. Теперь хочу рассказать, какая у меня была идея. Я хочу сюда поставить гардероб. Купить его в Икее. Вот сюда, вот сюда, я хочу поставить колонку высокую. И уже кровать будет не от подоконника начинаться, а вот отсюда. От колонки. Господи. Простите, ребята, я пыль увидела. Вот. Кровать будет начинаться от колонки. Сюда еще раз хотела переставить кресло. Ну, в общем, у вас, может быть, будут какие-то другие идеи. Советуйте. Советы принимаются. Кстати, я уговорила Бориса. Он мне эту комнату отдаст. Ну, здесь хорошо, конечно, будет и трансляции проводить, и заниматься своими делами, когда у меня будет на это время. А пока я тоже прихожу сюда. Только переночевать. Я говорю тихо, потому что у меня мама спит в соседней комнате. Так. А, вот здесь. Вот здесь вот так. Вот здесь вот так. Гасим свет. И здесь, и здесь. Если у кого будут какие-то идеи, присылайте идеи ВКонтакт. Поле для творчества. Небольшое. Ну, благодарна будет хозяйка канала за ваши добрые советы. Все, мои хорошие. Вот такая просьба. Что бы мне хотелось видеть? Мне бы хотелось видеть не комнату в стиле хай-тек, как вот та комната, да, где мебель икеи, а в стиле все-таки прованс, загородного дома. Салфеточки-кружавчики, короче. Ну, давай. Уютный ты, я же. Медородоророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророророр Субтитры создавал DimaTorzok